Жители пострадавшего садоводства говорят, сейчас не чувствуем себя в безопасности. Река Китоя уже украла сотни метров от берега. Ясно одно, работы по берега укреплению нужно выполнить в кратчайшие сроки. Расчистку русла начнут сразу после понижения воды. Это первый этап. Его лично контролирует губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Общественный контроль есть. Мы договорились, что теперь встретимся через две недели, определимся с теми жителями, которые попадают в зону берега укрепления. Так, в течение раз в месяц я точно буду координировать работу. У нас сегодня и политические процессы идут. И я сказал, что депутаты, кандидаты в депутаты, которые будут от вашего округа, пусть включаются в эту работу, доводят до меня. Мы уже будем оперативно собираться, какие-то вопросы решать. Для второго этапа необходимо расселить участки, попадающие в зону риска потопления. После корректировки в проект берега укрепления станет понятно, сколько таких домов. Однако, многие люди настроены решительно и переезжать не хотят. С ними будут работать индивидуально. Вы знаете, у меня как-то вселилась уверенность. Все-таки я слушала Игоря Ивановича очень внимательно. Мне показалось, что сейчас что-то будет решаться. Вот то, что говорили, я это все прекрасно понимаю, что будет берег укрепления. Но, конечно, результат. Хотелось бы даже, чтобы это было просто дамба. Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров обсудил вопросы выплаты компенсации со специалистами администрации ГО и ЧАЭС, Министерства соцзащиты. Специальная комиссия заканчивает оценку нанесенного ущерба. Владельцы домов, которые уплыли, получат компенсацию 100 тысяч рублей на каждого прописанного. Комиссия обследовала 59 домовладений и собрала более 140 заявлений на получение выплат. Также рассмотрит вопрос, как поддержать тех, у кого погиб весь урожай. Угроза подобного явления в следующем году никуда не делась. Поэтому в свое время, с апреля месяца, начало выполнения этих работ, оно может просто снивелировать эту проблему до садоводства. Это очень важно, что именно в следующем году начнется непосредственное укрепление береговой линии. Давид Нагорный, Юлия Бархатова. Новости сейчас.